Электроник Майнер Собьюшин, точнее к аналоге, там птица и некая там веб, вот эта раззапись идет. Значит, у них есть специальные подразделения, которые специализируются на хайриск эквайлинге. И они дают, например, для крипто-проектов полтора процента на вход на эквайлинг, три с половиной на выход, ну вот такие цифры. Проблема, на самом деле, есть в том, что когда вы примели деньги, вам надо где-то купить этот биткоин. Соответственно, если у вас деньги оказались в Россию, то как их дальше транспортировать? Те же организации, ну, понимаете, тема такая скользкая довольно. Те же организации могут его, в принципе, транспортировать, могут транспортировать ваш фиат в Европу, там, да, до каких-то бирж. Ну, это так стоит, наверное, четырех с половиной, пяти процентов. На самом деле, есть одна возможность легитимно принимать у нас деньги за биток. У нас есть такой парк высоких технологий в Беларуси, вот. Значит, которым можно получить сертификаты, там, один на, не помню, не называется. Короче, один позволяет организовать обмена операций, другой там на эмиссию токенов. То есть, значит, ну, с ним есть проблема. По декрету Лукашенко, капитализация для первого, для обмена, должна быть, ну, уставный капитал, ну, эквитис, короче, который нельзя тратить. Она должна составлять, ну, примерно 200 тысяч долларов. Значит, мы зашли в этот парк, у нас есть компания, которая стоит одной из первых в списке. И когда дошел момент до, собственно, покладания денег, оказалось, что сумма составляет, эквивалент, 800 тысяч долларов. Начали разбираться. Здесь нет представителей парка высоких технологий. Значит, мы показываем, что вот по декрету 200 надо, а вы 800 хотите. Значит, ну, никакой реакции вообще нету. То есть, клады 600 тысяч должны пропасть. Камадка, видимо, на карман. Однако, я знаю, что кто-то там уже создал первую криптобиржу на этом сертификате их. Значит, но декрет Лукашенко, это он требует, чтобы покупателями крипты могли быть только, но, например, у профессиональных инвесторов, там, по-моему, у нас что-то на 150, что ли, это сейчас доллар надо инвестировать, чтобы стать таким. То есть, полностью идентифицированы, это да и т.п. Значит, дальше. То есть, здесь у нас такая проблема. Понятное дело, что для обычных криптопроектов, типа, обменников и, там, небольших криптопанков, это плохо подходит. Для фондов вообще очень еще хуже подходит. Потому что, конечно, деньги надо выводить, это все идентифицировано, а людям этим неинтересно, которым выводить. Есть решение, конечно, сделать эквайлинг сразу за рубежом. Какие здесь сложности? Ну, ближайшая и самая простая, наверное, конструкция, это, всем известная, Эстония. Там есть два сертификата, один на хранение, и другой на обмен. Значит, ну, тут вступают требования по верификации клиентов. Вот эти вот четыре степени верификации. И получается, что вы должны, а причем, когда клиент из-за рубежа, ты должен его экварифицировать всегда по степени плюс один. То есть, если ты собираешься эквариц от российских граждан, то, чтобы полностью легитимно это сделать, необходимо заброшить скам паспорта каждый раз. Отчего, соответственно, проходимость резко падает. Ну, стоимость эквариинга с Эстонией, мы сразу на Эстонию, где-то 4% будет компания типа Симплекса. Дают исходу практически такой процент. Значит, там у них выплата в течение трех суток, даже быстрее, чем клиент в виде происходит. Ну, что еще сказать? В общем, тут надо смотреть в зависимости от конкретного проекта. То есть, ну, если кому-то интересно под конкретный проект, я могу рассказать примерную схему, как сделать. Ну, конечно, самая лучшая схема – это сделать свою конструкцию. Понимаете, вот если вы воспользуетесь эстонскими криптосертификатами, у вас будут проблемы еще с выплатом на кадры, если есть такая потребность. Потому что эти сертификаты, они не позволяют хранить фиат. И чтобы выплачивать на кадры с какого-то фиатного счета, фондирования, он потребуется партнерить с какой-то платежной системой. Что, соответственно, дополнительные издержки и т.д. и т.п. Лучше всего сделать свою электроникмонию institution, ну, можно малую без этой капитализации, как-то ее соединить с той же Эстонией, там, допустим, кросс-счетами. Почему с платежкой тяжело распространяются? Нет, просто увеличатся косты. Все можно. Зависит от проекта. Если у тебя обменят, у тебя каждый процент становится критичен. Если у тебя фонд, то, ну, смотри, какой фонд. Ну, вот, дальше, наверное, моя речь, она должна разделиться по направлениям. Если интересно, я могу рассказать, как лучше сделать для конкретного проекта какого-то. Ну, например, криптобиржа. Например, криптобиржа. Для криптобиржи лучше делать отдельный шлюз. Во-первых, это риски, которые нужно разносить по разным лицам. То есть криптобиржу, например, сделать в Великобритании. У них там есть опция. Битбэй. Значит, и там же, на этой же лицензии, дать WhiteLabel другой организации, которая бы сделала прослойку. Извиняюсь. А криптобиржа, она будет на какой регион работать? Ну, допустим, не урок. Допустим, не урок. Как с платежкой за партнеризм, не касаться ФИАРа, нет? С платежкой за партнеризм, не касаться ФИАРа. Да, надо делать прослойку. Вот тоже там, тоже самое Тезер. Есть для тех, которые все используют. Что-то такое можно сделать свое. Причем это может быть... Нет, можно с партнером, что с Армеником с ВИМАИ, чтобы другие сплатежки, чтобы он хранил. Получается, чувак покупает, деньги как ведут ему, а тот уже делает депозит себе на биржу. Да, и желательно еще, чтобы вход-выход был примерно одинаковый. А выход, я не знаю, только вход. То есть у вас это не биржа нифига, да? У вас это, на самом деле, фонд, который должен потом забежать с деньгами. Нет, нет, у нас ничего нет. Потому что нормального бизнеса вход и выход примерно одинаковый. Если вы планируете там накапливать деньги, если вы забираете, это немного другая история. Есть, на многих биржах есть вход фиатный, а выхода фиатного нет. Есть выход только фиатного. Наверное, их делают специально для того, чтобы накапливать деньги и им пользоваться. Я думаю, что это маркетинговое какое-то ощущение, потому что сделать можно. Ну, то есть тут вопрос о платежке, которая лежит в фиатике. То есть с этой платежки нужно теперь миллиону пользователей на карту кидать по 50 баксов? Она же своей лицензией рискует. То есть вся идея была вообще в целом процессинге платежных компаний, потому что они рискуют своих лицензий, когда они партнеры с тобой представляют себя. Ну, они рискуют лицензии. Если для увеличения проходимости не идентифицируют свой клиент, проводят верификацию? Никто в Европе практически из Балтийских стран до 5000 евро не верифицирует. Значит, есть первый уровень верификации, называемые индексные счета, когда не требуется верификация. В Латвии это 550 евро, в Литве 150, в Великобритании 600, по-моему, фунтов. Вот только до этих сумм можно нефиксировать. Хитрые эквайры делают так. То есть ты принял платеж, и дальше его дробишь на несколько частей. Потому что когда ты его принимал на себя, ты у эквайра, точнее, не эквайры, а эми, которые подробились как эквайр. Когда ты принимаешь ее на имя, он платеж на тебя, на твое имя идет. Ты верифицирован, понятно, кому платешь. А дальше, когда кладешь его по счету, ты его дробишь маленькими частями. Вот на эти вот суммы, там, 550 евро. Значит, 5000, это, скорее всего, там разный сумм бывает. Бывает 3, бывает 9, бывает 5. Это, скорее всего, связано с фронтфильтрами самих эквайров, их настройки. Как бы больше 1000 идентифицируемых нет. Это уже в финте пошел. Если такие принимали. Какой проект рассказать? Обменник. Обменник в России? Желательно нет. Желательно нет. Ну и в России тоже интересно. В России обращайтесь ко мне, получаете полтора на вход, три с половиной на выход. Ну, хорошего. А если там фродом задолблено? Если туда тебе миллионов 10 напихать, фроду сразу же... Мы заберем ваши деньги. А какой-то роллинг, там, или что-то, какая ваша подстраховка? Ну, как ты заберешь? Тебе чаша придет, там, через 2 недели, а ты мне должен отгрузить деньги, там, через 2-3 дней. Чаша не придет. Как он придет? Вот такая технология. Чаржебек можно отбивать. Смотрите, чаржебек аквайр может отбивать 3 раза. Больше трех раз, если отбил, то это автоматический жалоб. Значит, ну, правильно делать, принимать деньги не за... Ну, нет такого МСС-кода, да, за криптовалюту. Есть МСС-электронные деньги. Правильно принять за электронные деньги, тогда услуга всегда оказана, услуга является выполнение счета. И, соответственно, чаржебек невозможен. Там, ну, надо писать жалобу, там, ДТ и ТП. Значит, это очень хорошо работает. Это пополнение собственного счета. Услуга всегда оказана. Покупка электронных денег, она является юридическим пополнением собственного счета. Это основание для экваира отказать. Отказать или нет? Да, Эквайр может и так отказать на основании. В любом случае это в любом СССР. Но нужно больше юридическое основание. Юридическим основанием, что услуга всегда оказана, является выполнение собственного счета в данном случае. Во мне не сокли счет. Если это электронные кошельки, да? Да, да. Да, да. Но сейчас же там электронные кошельки очень интересны, потому что дальше как парень будет денег, не знает Эквайр, и его это очень беспокоит. Поэтому надо с Эквайром всегда договариваться. А с точки зрения процессора говорят, надо всегда договариваться, какой поток будет, когда дальше будут уходить. Всегда желательно делать компании, на которые будут выводиться деньги, которые не являются теми конечными получателями. Ну там, например, сейчас в качестве таких компаний используются английские ЛПшки в основном, потому что Великобритания, именно Англия, это внутренний оншер в Великобритании, они не выдают информацию российской налоговой. И почему ЛП? Потому что это партнерство, и один партнер от Эквайра ставится, второй ставится от клиента, чтобы можно было контролировать, когда уходит день, и согласовываются исходящие платежи, то есть только в этом направлении, допустим. Потому что прилететь может и с другой стороны, не только от клиента. Если идет назначение платежа в пользу какого-то определенного мерчанта, а вы сейчас, я правильно понимаю, вы сейчас говорите, но день не на этого мерчанта, но на какой-то РУПе, допустим. Приходите на консультацию, я вам расскажу подробнее. Я с вами, Степен. Понимаете, у меня сейчас сложная такая штука. Я вот Артуру написал, что чувствую себя, как будто меня вызвали в гестапо, сейчас меня, наверное, порвут тут. Вот я, вроде не надо рассказать, но, с другой стороны, понимаешь, что надо брать за все это деньги. Потому что, ну, это такое... А ваши слюзы часто меняются, нет? Постоянно. Да, понятно, что. У нас много. Так, соответственно, что там? Вообще, самый лучший вариант, конечно, совмещать прием кресты и иметь собственный майнер где-то. Вот. Ну, много народ думало, что они не нужны там какая-то, а все-таки все равно это фундамент. Плюс есть такая фишка, что свежий намайненный биток, он стоит на 6% дороже, чем старый. Потому что он чистый, как бы, там точно за ним ничего нету. Поэтому я по каждому криптопроекту прикручиваю вашего майнера. Причем можно делать следующим образом, есть же всякие облачные майнинги. То есть, человек загоняет деньги, ну, нужна какая-то реквидность первоначальная, первоначальная, которую, значит, накупить эту облачную майнингу. Они там начинают майнить, и каждые вновь пришедшие деньги ты загоняешь на майнинг. И получается, что у тебя майнинг с крипта, которая обеспечивает последующие продажи. Ну, вот такая вот технология, может быть, валидная. Ну, тут нужны везде инвестиции. Где-то 100% от оборота за 3 дня вот так надо держать. Еще вопрос? Про фонд тогда уже расскажите. Фонд с какой целью? Это фонд, который будет инвестировать в криптопроекты? Да. Или это фонд, который... Нет, инвестирует. 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 А другой тоже, по-моему. Да. Ну, смотрите. С учетом того, как у нас загрузили гайки в СЕК там с нашими security coin'ами, в общем-то, по-моему, стало без разницы, на что принимать деньги. Я бы рекомендовал создать тот же самый Electronic My Institution в какой-нибудь прибалтийской стране. Там малая лицензия электронных денег, но можно получить тысяч за 400. Да даже меньше обойдется, если все своими руками делать. Единственное, нужно, конечно, в этом разбираться. Это малая, без капитализации, 350 тысяч. Значит, единственное, у нее ограничения можно единоременно имитировать не больше 3,5 миллионов евро. То есть вы сможете принять такую сумму. Соответственно, дальше можно декапитализироваться из этих же денег, и у тебя снимаются ограничения. Ну, это надо 2% дальше поддерживать от количества общей эмиссии. То есть я сейчас не вижу, чтобы в текущей ситуации смысл делать инвестиционные фонды, криптовалютные, смарт-контрактами, проще закрутиться обычными контрактами. Это и надежнее с точки зрения инвестора, и головняка просто меньше. Это вот мое личное мнение. Можно начать, но тогда у вас риски, связанные с идентификацией клиентов, они падают на прослойку, например, музеями или того же эквариума, если банк, который будет фиат принимать с карты. Плюс у вас, когда вот эти эстонские лицензии, вы не можете выплачивать деньги на карты, храня их при этом на своем собственном счете. У вас нет права на хранить фиаты. То есть вы можете только как обменник работать. И при любом платеже вовне у вас появляется снова прослойка из-за вашего, поэтому лучше всегда делать связку. Electronic money institution и вот эти вот обменные лицензии. Ну просто с точки зрения IMEI лучше. У банков же IMEI и у электронных платформных систем у них он разный. Банк очень жесткий, а у IMEI у него практически нет вот там, нет такого понятия назначения платежа даже. Ну и юридически нет его. Ну вообще говоря, договориться можно о чем угодно. То есть если ты владеешь темой, то ты просто прилетаешь, общаешься с владельцем на это IMEI. Он понимает, что ты понимаешь. Он понимает, что у тебя есть какой-то поток. Потому что клиенты нужны всем. И вы договариваетесь. Можно продемонстрировать компетенции. Можно меня нанять, чтобы я слетал. Я всего 1000 евро в день беру. Договориться о чем угодно, без проблем. Ну естественно, там нужно провести как-то аудит вашего проекта. Посмотреть, что это такое. Но обращайтесь. Еще вопросы? О вашем шлюзе, который вы говорите, который у вас уже есть. Это секретная информация. Есть с ограничением по транзакциям, безусловно. В зависимости от темы, зависимости от... Как там очень маленький лимит за транзакцию? Ну максимум 50 тысяч. Ну больше возможно? Ваши решения, которые сейчас есть. Ну до 15 тысяч евро, скажем так. Потому что свыше 15 тысяч евро, европейский АМЭК требует появления клиента в офисе, подписания физически бумажному договору. Какая-то суперверификация есть для компании? Или мы просто скинули вам сайт, мы посмотрели, скинули на мапе, мы учили? Он должен подписаться, появиться в офисе. Прямо прям на текстной прописи. Это директива PSD2, там прям какая фраза есть. Должно быть физическое присутствие директора в офисе. Директор в офисе. Директор в офисе. Короче, и с вами надо дело иметь, да? Да. Весь посыл вашего выступления в этом. Ну как бы, а зачем это появилось? Ну конечно, Артур поддержать тоже. Ну нет, конечно, много еще народу, кто разбирается. Но так вот, именно как стратегический консалтинг, по-моему, я предоставляю только и Канопус. Ну где-то такие организации есть. Там появилась куча копий там с моего сайта, и конверс появилась. Даже мне говорили, что менеджеров платежных систем начали обучать по моему сайту. То есть приходит новый менеджер, и вас сидит и говорят, читай. Ну это, конечно, было очень приятно. Да, спасибо большое. Артур, нормально все? Да. Кардина...